Давайте мы сейчас поднимемся, мы прославим нашего Господа За Его милость и любовь к нам Он наша скала, Он крепость нашей жизни Он наше упование Это самое драгоценное, что мы имеем Это наш Господь, Он все для нас И мы сейчас будем славить нашего Господа Ты скала моего спасения Ты скала моего спасения Ты крепость жизни моей Ты надежда и вдохновение Я жив любовью Твоей Ты скала моего спасения Ты крепость жизни моей Ты надежда и вдохновение Я жив любовью Твоей Верю я в Тебе, Тебе, Иисус Верен Ты в любви ко мне Ты помощник час Нужды моей К Тебе, мой Господь, стремлюсь Верю я в Тебе, Тебе, Иисус Верен Ты в любви ко мне Ты помощник час Нужды моей Ты скала моего спасения Ты крепость жизни моей Ты надежда и вдохновение Я жив любовью Твоей Я жив любовью Твоей Ты помощник час Нужды моей Ты помощник час Нужды моей К Тебе, о Господь, стремлюсь Слава Тебе, Господи Слава Тебе, Бог наш Я люблю Тебя, мой Бог Я люблю Тебя, Иисус Всем сердцем, всей душой Тебе я молюсь Жажду видеть Тебя Жажду слышать Тебя Изливать свой дух на меня Я люблю Тебя, мой Бог Я люблю Тебя, Иисус Всем сердцем, всей душой Всем сердцем, всей душой Тебе я молюсь Жажду видеть Тебя Жажду слышать Тебя Изливать свой дух на меня Зарцем ты в судьбе моей Зарцем ты в семье моей Я превозношу Тебя, мой Бог Ты защита моя Ты надежда моя Буду я любить Тебя всегда Ты защита моя Ты надежда моя Буду я любить Тебя всегда Я люблю Тебя, мой Бог Я люблю Тебя, Иисус Всем сердцем, всей душой Тебе я молюсь Жажду видеть Тебя Жажду слышать Тебя Изливать свой дух на меня Зарцем ты в судьбе моей Зарцем ты в семье моей Я превозношу Тебя, мой Бог Ты защита моя Ты надежда моя Буду я любить Тебя всегда Ты защита моя Ты надежда моя Буду я любить Тебя всегда Мой Господь Hallelujah, Jesus God, we worship You in this place, Father We are longing for You, God We are expecting to receive from You tonight, God I pray that You would just move in our hearts, God That You would bring change into our hearts, God That today in this moment, Father, we would find You, God We would come to You with our burdens, Father With our struggles, with our pain, Father And we lay it all down at Your feet, God And we worship You, Father And we worship You, Father In spirit and truth, God We lay it all before You Knowing that You built our foundation, God It's in You You have our hope, God You give us, Lord Jesus, peace You give us joy There's so much, God, that You have to offer And we come before You, Father Expecting to receive from You, Jesus Thank You for Your Word For Your goodness, Jesus Amen Okay, сестры Я хочу представить вам нашу следующую speaker Это сестра Вера Мартынова Это сестра, она очень дорога моему сердцу, потому что это моя mother-in-law И я уже замужем 16 лет, и вам честно скажу, что у меня никогда за это время, и я надеюсь, что никогда не будет никаких проблем с ней Это действительно женщина, мама, это действительно человек Божий Поэтому я от нее учусь постоянно, и Бог благословил сильно меня, что они недавно переехали сюда в Springfield, Missouri, from Portland, Oregon И они поселились прямо у нас, in our backyard, basically, наши соседи Поэтому это благословение, когда я могу приходить к ней в любое время, дня или ночью, молиться с ней, говорить, у нее всегда есть слово наставление И кто ее уже знает, у нее очень много свидетельств, что Бог сделал для нее в ее жизни Она сегодня поделится одним свидетельством, и я уверена, что кому-то оно принесет большое благословение Спасибо, Ира Спасибо, Ира Дорогие, мы после моего свидетельства мы будем молиться о детях наших Перед моим свидетельством я хочу прочитать местописание Плач Иеремии 2 глава 18-19 стих Сердце их вопьет Господу Стена от щеревь сиона Издыхающих от голода на углах всех улиц Дорогие сестры Мое слово будет и к тем, кто сейчас растит детей И к тем, кто собирается еще растить И к тем, кто собирается быть мамами в будущем Вопрос детей Это то, что не дает родителям спать по ночам Мне пришлось в жизни пережить эту боль О сыне, которого я видела, жизнь уклонялась от Бога Да, в его еще отроческом, я бы сказала, подростковых годах И поворачивала они на Божий путь И рассказывая это, хочу сказать, что мне было дано сыном разрешение Рассказывать об этом Как он пришел к Богу И я с вами этим поделюсь Это событие, которым уже 25 лет Он сейчас член церкви Господь крестил его Духом Святым Господь дал ему прекрасную жену Господь ему дал детей, которые сейчас любят Бога Трудятся для Него И вся семья служит Господу Но в моем искании, помощи моему сыну Господь мне показал условия Чтобы моя молитва была отвечена Это годы молитв Пока, наконец, Господь не проговорил ко мне Когда душа моя кричала И Он показал Это причина в тебе Тебе надо исправлять жизнь свою Тебе, мать Прежде чем Господь исправит твоего сына Тебе нужно исправлять Мы приехали в 1989 году в Америку Моему сыну было 12 лет Из всех самых желаний Желанных Заветных желаний Было одно Чтоб вся моя семья служила Господу Чтоб все мои дети Познали Бога И когда мы уезжали Моя мама плакала И говорила мне Береги детей Береги детей И она мне дожидала Местописание Которое у меня Вот сейчас В этой Библии лежит Это слово Которое говорило Наставление Она как заглядывая Наперед Пророчески Это было слово Которое говорило Наблюдайте за собою Чтобы вам не потерять То, над чем вы трудились Казалось Что все Было Хорошо Но когда моему сыну стало 15 лет Около 16 Мы стали замечать что-то не то Хотя он и ходил в собрания Но я находясь в хору Я стала замечать Что когда первая проповедь Начинается Или когда мы закрываем глаза Просить благословения Мой сын с балкона Куда-то его Исчезал Это стало так появляться Мы с ним начали Спрашивать ему Но мы увидим Что ему с христианской Молодежью стало неинтересно Школу он стал прогуливать У него стали другие друзья И когда я его отвозила в школу Он там был до тех пор Пока моя машина за углом Не скрывалась Звонки за звонками Сын прогуливает в школу Его там нету И вечером он уходил с друзьями И до позднего вечера Все наши разговоры Упирались в отрешенный взгляд Окаменелое потухшее лицо Безжизненное выражение лица Где ты был? Спрашивала я Нигде Мы ездили на источники Ездили на источники Сидели с хлопцами Ходили в кино И так День За днем Моя душа Что-то Я где-то споткнусь Или поскользнусь Или поскользнусь Но вот теперь Совсем другой Мальчик Безучастный Холодный Чужой Я Всем сердцем Взывала Господу Боже Почему он такой? Господи Почему мой сын Стал такой Бесчувственный? Господи Кто подменил Моего сына? Что с ним стряслось? Душа моя тянулась к Богу Я понимала Что ничто в мире Ничто не может Ему помочь Никакой Медицинский Инчуренс Это не вылечит И деньги Никому не дашь Как часто Люди бывают Вот там кому-то Заплатил И тебе сделали Нет Я понимала Что это не поможет Я часто Гонялась за ним Подстерегала Чтобы никуда не ушел Чтобы друзья Не подъехали И не забрали его У него тогда Еще не было машины Один раз Он ушел тихо Я не заметила Я села в машину И поехала его искать Увидела они Далеко от дома Он стоял И разговаривал Наверное Звонил друзьям С паблик телефона На улице Увидев меня Он бросил трубку И побежал А я За ним На машине И вот он Бежит И хохочет А я Еду И моя душа Рыдает Внутри С болью И тоской Я вернулась домой Ему удалось Перебежать Таким путем Что я не могла Уже проехать И когда я пришла домой И именно В этот момент Я очень сильно Осознала Что никто И ничто в этом мире Не поможет Моему сыну Кроме Бога Мне хотелось С кем-то Объединиться В молитве И в этот момент Господь Мне дал Слово Из Писания Это Матфея 18-19 Это Слова Самого Иисуса Христа Истинно Так же Говорю вам Что если Двое из вас Согласятся На земле Просить о Всяком деле То чего Не попросили Будет им От Отца Моего Небесного Я знала Что воля Господа была Чтобы мой сын Служил Богу Я знала Что воля Бога была Чтобы мне Молиться Но с кем молиться Как часто мы Люди Не можем открыть Наше сердце Кому-то Рассказать о своем горе О своих Печалях И мне в тот момент Мне тоже Не хотелось Никому рассказывать Потому что ты Расскажешь А потом думаешь А завтра этот Кто-то Возьмет И другому Расскажет А тот Еще третьему И потом Я думала Мой сын Услышав это Он может Просто же встречиться И если Хоть немножко Еще посещал собрание А так он Вообще Перестанет ходить И мне не хотелось Никому Ничего Рассказывать Но я не помню Как Но получилось Так Что Бог Объединил нас В молитве С одной сестрой Старушкой Которую я знала Давно Я знала Что она любит Господа И она Молитвенница Мы собирались с ней И молились Два Три раза В неделю Она просила меня Молиться за ее нужду А я просила За мою И вот Собравшись Мы взывали Господу Молились Высказывали наши Просьбы Господь был близок Он Наполнял нас Духом Святым Мы плакали Благодарили Просили Верили Это был Краткий Приятный Отдых В повседневных Переживаниях Но Реальность была Огорчительной Ничего Не менялось И это не Неделя Это не месяц Это годы И вот После Очередной Молитвы Господь Положил мне На сердце Уволить Его С работы Он Ходил в школу И По вечерам После школы Подрабатывал На бензоколонке И каждый раз После работы К нему подъезжали Друзья Подбирали его И он уезжал До ночи Когда Я сказала Моей сестре Молитвеннице Она мне сказала Вера смотри Если это Господь Ложит на твое сердце То делай Не откладывая Я приехала На бензоколонку А в душе была Твердая Уверенность Что я делаю правильно Приехав туда Я увидела босса И спросила Или могу Поговорить с ним Сын мой Увидев меня Он тогда работал Подошел И говорит В чем дело Но босс сказал Иди работай Я изложила Боссу Таким образом Мою просьбу Я сказала Мой сын Несовершеннолетний Все деньги Что он Зарабатывает Они идут ему Не в пользу И дела у него В школе Очень плохо Пожалуйста Рассчитайте Моего сына Босс сказал Нет проблем Дай мне только Две недели Я найду ему Замену Мой сын Был недоволен Он работал С ребятами И после работы Они вместе куда-то Всегда его подбирали И уезжали Но он был уволен Прошло совсем Немного времени И я услышала Что вот эти ребята Вот таким Вечером Где-то ехали все На машине И их Хотела остановить Милиция Полиция Но они решили Убегать Полиция За ними Они еще сильнее Гонки Убегать И их машина Перевернулась И они стали Бежать И полиция Стала в них Стрелять И один из них Был ранен В голову Когда я Узнала это Я сказала Моему сыну Ты слышал Эту новость? Не думаешь ли ты Что ты мог бы Быть там? Ты даже мог бы Быть убит? Сын мой Обратись к Богу Служи Господу Найди Друзей Хороших Он молчал Но душа моя Благодарила Что Он Не был там И что Господь Сохранил Незадолго До его увольнения У него был крупный Разговор С папой Отец Начал его спрашивать Сколько это все Будет продолжаться? Почему ты прогуливаешь Школу? И где твои деньги? Схватив его за одежду Отец Встряхивал его И спрашивал Как долго это будет продолжаться? Я посмотрев на все это Моя душа разрывалась Я боялась Он уже был рослый 17 лет И я боялась А что если он начнет сейчас Обороняться? Куда это? Что это будет? И я между ними пыталась Их развести Но сын мой Кротко стоял Опустив руки А потом В одних носках Схватив ботинки в руки Рыдая выскочил на улицу И побежал По мокрой, холодной Осенней дороге На свою работу И позже Годы спустя Я узнала Как Бог может проговорить Даже через Неверующего Человека Его напарник По работе Который был Мусульманин Довольно Старший годами Увидев его Как он пришел Спросил В чем причина И когда он ему Что-то объяснил Он сказал ему Ты ничто Ты совершенно ничто Если ты не уважаешь Своего отца Он тебе Желает добра И это уже он Мне сам рассказывал Позже Когда обратился К Господу А я ушла В комнату И с болью В своей комнате Лежа на кровати Взывала и плакала И говорила Господь помоги Измени сердце Моего сына И так Я заснула В слезах Во сне я увидела Себя Что я нахожусь В большой комнате Там было много Высоких окон Окон И все мои дети Были со мною Комната была Большая И Казалось Много света От окон Мои дети Все были со мной Они были маленькие 4-5 лет И я находясь В этой комнате Почему-то чувствовала Тревогу Мне хотелось Выйти оттуда И я видела Что выход оттуда Только один И я направилась С детьми туда Но когда я только направилась Я услышала Как оттуда Раздаются шаги Где-то с нижнего жилья И кто-то поднимается К этой лестнице И мне становилось Еще тревожней На душе И я отступила Назад И я увидела Что остановился В проеме Дверей Человек За ним Его сообщник Он был одет Грязно Неряшливо И он Уперся руками В дверной проем И когда он взглянул На меня Я увидела Что это был Сатана Он Он начал продвигаться В мою сторону А я закрывая Моих детей Отступала назад Назад Пока я наконец Пришла В самый угол Комнаты И когда он Дошел до меня Рядышком Встал Его Злые глаза Демонические Смотрели На меня И я Слышала Как из них Выходили Вот такие Духа моим Слышала Вот И попалась И нет Тебе выхода И нет Тебе выхода Я пыталась Подойти к окну Чтобы открыть окна Но когда я подошла Близко Я увидела Это не стекла А это прозрачный металл Рам нету И я не могу Открыть Я действительно Попалась И столько Было ненависть И зла В глазах Дьявола И я не зная Что дальше делать И вдруг Я ощутила Как Дух Святой Наполнил меня Я подняла Руки И я стала кричать Иисус Слава Тебе Иисус Тебе Слава Аллилуйя Потом я ощутила Как Дух Святой Наполнил меня Я скричала Еще больше Иисус Аллилуйя И вдруг я увидела Что ему стало плохо Он пытался Оторвать мои руки И опустить их вниз Но я еще больше кричала Иисус Тебе Слава Аллилуйя И в этот момент Когда я кричала Моя рука тронулась Стены Которая была рядом И вдруг Эта стена Повернулась Она Повернулась Появился выход И я с детьми Оттуда вышла И стена Снова Захлопнулась А я Выйдя Туда Проснулась Для меня Это было Откровение Через сон Я поняла Что я должна Благодарить Бога Я должна Превозносить Его Я должна Славить Бога С упованием Что Он это совершить А не только просить Просить и плакать И даже Когда кажется Что ничего не получается Надеяться На Его силу И ждать И видеть Что сила Его Уже В действии Это было Для меня Откровение Я вспомнила Из Писания Победы Описанное В Писании Как Господь Совершал Победы Только хвалой И благодарением И через народ Израильский С этого момента Я стала Бога Благодарить Больше Чаще И часто Когда я ехала В автомобиле Стиснув руками Руль автомобиля Со слезами Я говорила Господь Я верю Я Тебя славлю Я превозношу Ты сильнее дьявола Ты победил его И мой сын Будет служить Господу В это же время Нас посетила Родственница У нее тоже были Проблемы С детьми И когда мы с ней Заговорились Я ее спросила А ты не боишься Что Бог начнет Призывать Детей наших Через какие-то Страдания Аварии Болезни Несчастья И то что Сказала она мне Меня Просто Встряхнула Даже Испугала Она мне Сказала Он Господь Пусть Спасает Как хочет И Побыстрее У меня С этим Была проблема Я внутри Не доверяла Богу Как часто Склоняясь на колени Я говорила Господь И вот так не сделай Господи И в аварию Чтоб не попал Господи И чтоб никакой болезни Не пришло Боже Огради Защити Спаси Ну ничего не хочу Плохого Моему сыну И вот после этого Разговора Мне было Тяжело Я помню Как я пошла Спать И внезапно Ночью Я проснулась В душе моей Прозвучал голос Доверяешь ли ты Целиком и полностью Как спасать Твоего Сына Доверяешь ли ты Он Господь Я не могла ответить На этот вопрос Я отгоняла Эти мысли Я боролась Сама с собой Думая Что если вдруг Я скажу Да Господи Я тебе доверяю А что с ним случится А что если завтра Какое-то несчастье С ним будет А с другой стороны Я думала Господи Но если ты его Не спасешь Да может он И вообще погибнуть Может И не только в вечности А даже и тут на земле И вот в таких Мучениях Бессонница Измучившись От бессонницы Я почти простонала Да Господи Доверяю Я знаю Что если я люблю Я верю Что и ты любишь Если я сострадаю То и ты сострадаешь Я знаю Что ты все понимаешь Господь Я тебе доверяю Находясь в таких переживаниях Моя душа всегда тянулась К Слову Божьему Часто взяв Библии в руки Я искала помощи Ответа Из Слова Божьего Однажды я прочитала место Которое вселило в меня надежду Это Исаия 8.22 Но не всегда будет мрак Где теперь он огустел И я думала Господи Это в твоем писании написано Что в душе моего сына Не будет мрак Что ты просветишь его Я доверяю тебе Другой раз я прочитала другое место Кто ходит во мраке Без света Исаия 50.10 Кто ходит во мраке Без света Да уповает на Господа И да утверждается в Боге своем Для меня обстоятельства В которых я находилась Это был мрак Я не знала как поступить Я не знала когда что говорить Это было действительно как во мраке Только с упованием на Бога Шел и уповал Что Бог даст мудрости И однажды в очередной раз Когда я сидела в усталости С Библией на руках И думала Господи Ну почему уже так долго Господи Почему ты не отвечаешь Боже Я ожидаю от тебя Я уже столько молюсь Господи Почему ты не отвечаешь Иногда на меня Отходил такой страх Что он меня просто заставлял Заходить в комнату Закрывать двери И взывать к Богу Не в пятиминутной молитве И вот так сидя Один раз С Библией в руках Я думала Господи Ну почему нет ответа Господи Почему И открыв в этот момент Библию Я начала читать место От которого Моя внутренность Содрогнулась Мое сердце забилось Я знала Что это мне Говорит Господь Исайя 59 Первый Второй стих Вот Рука Господа Не сократилась На то Чтобы спасать И ухо его Не отяжелело Для того Чтобы Слышать Но беззакония Ваши И произвели Разделение Между вами И Богом вашим И грехи Ваши Отвращают Лице его От вас Чтобы не слышать Ибо руки ваши Сквернены Кровью И персты Беззаконием Уста ваши Говорят Ложь И язык Произносит Неправду Я начала Очень проверять Свою жизнь Я знала Руки Кровью Не мне Персты Беззакония Не мне Но когда я дошла Язык Говорит Ложь И язык Произносит Я знала Это мне Говорит Господь Продолжая держать Библию в руках Я перелистала Сколько-то страниц И открыла Прямо Передо мной Другое место Если бы я видел Беззаконие В сердце моем То не услышал бы меня Господь Псалом 65 18 Я понимала Что это не случайность Два места Мне только что Господь проговорил Одинаковых места Для меня было очевидным Бог не слышит Меня Потому что Мой грех Отвратил Его Чтобы не слышать Как мне Хотелось в этот момент Все исправить Для меня Это казалось Как будто я нахожусь На борту Большого корабля А мой сын Где-то там За бортом В волнах Погибает И мне кажется Я ищу Ищу ему Бросить круг Чтобы он спасся И мне казалось Что я в этот момент Готова Отдать Все Абсолютно все Чтобы он был спасен Когда я думала про ложь И неправду в сердце Я обнаружила Что мне есть В чем каяться Я проверяла Свои отношения С людьми Я проверяла Отчетности Документов Которые я заполняла И при этом Звучали слова Господь Есть глава Всякого Начальства И власти Я проверяла Отношения К деньгам Я проверяла Отношения К родственникам И еще Я помнила Что Господь Говорил Все что делаете Словом Или делом Делайте Как для Господа И может кто-то Меня бы послушал За какие-то детали Сказал бы мне Да что здесь Такого Но когда ты Проверяешь себя Под пристальным Взглядом Кто знает Твое прошлое И настоящее Который знает Все И он знает Что его закон Тебе известен Ты остаешься Бессответен Нечего сказать Только Каяться Моя совесть Моя совесть Обличала меня И я Как никогда В жизни Хотела все Исправить И я Исправляла Где Господь Мне указывал Просила прощения Где указывал У меня не было Даже другой мысли А сердце Уже наполнила Обетование Веруй в Господа Спасешься Ты И дом Твой Коринфянам 7.14 Нет, это другое Я не записала Это Веруй в Господа Спасешься Веруй в Господа Верующих Родителей Идет Освящение На детей Ведь Освящение Это не что-то Что мы можем Потрогать Или купить Но это Великое Тайное действие Бога На наших детей Несмотря на все Превратности Развращения Мира Что Господь Им даст Дает Открытое сердце К Богу Это действие Бога Освящение Через родителей На наших детей И еще я поняла Что если Даже дети Родители Тайно грешат И сокрывают Это От Детей И в глазах Детей они хорошие О Духовный мир Такой Духовный мир Все знает И силы Бога знают И дьявольские Силы знают Чем мы дышим Что мы делаем Как Придет на наших Детей Освящение Как я это Все пережила В тот момент И поняла Что тебе Надо исправляться Тебе Вера Надо исправляться И Бог Бог помог Исправить Хотя это стоило Внутренних Переживаний Даже Финансов Но Моя внутренность В этот момент Взывала Господь Я все поняла Я поняла Господь Прости Услышь Господь И он Услышал Слава ему Мы были свидетелями Как его Черствое сердце С этого момента Прошло где-то Немножечко Меньше года Как он стал Меняться Может восемь Девять месяцев Мы Увидели Что его сердце Стало мягчать И началось с того Что последний год школы Он решил Идти Джабкорп Это место Где И тебя на профессию Учат И школа Заканчивать Я противилась Всем сердцем Я думала Если здесь дома Он неуправляемый Я ничего не могу сделать А что же будет Когда он будет у меня На глазах сокрыт Это два часа езды Он будет приезжать Только на выходные Туда И я не буду видеть его И наконец По его неотступности Мы предав все в руки Бога Мы отпустили его Оказалось Что дисциплина там была Военная Подъем 6.30 Отбой 10 Учеба Работа Его друзья Которые поехали с ним Не выдержали этого И так он был оторван Богом От друзей Но скоро туда Бог прислал Другого мальчика Русского мальчика Над семьей Которого Была рука Бога У него был Старший брат И мой сын Его встречал И вот он Вел беспутную Развратную жизнь И Господь Говорил ему Один раз в пророчество Если ты не справишь Путь твой То грех тебя Доведет до такой степени Что ты будешь Слеп Поменяй Свою жизнь Но он Пренебрег Словом Бога И в скорости Все Исполнилось Он попал В страшную аварию Множество операций И он Остался Слеп И мой сын Его Потом подвозил И вот это все На глазах Моего сына Стало происходить К нему Стали приходить В джабкорп Туда приезжать Хорошие мальчики Девочки Проведывать Приглашать его В церковь Он стал ходить Больше Больше На выходные В церковь И я видела Что его уже душа Совершенно В него взгляд Поменялся Он стал мальчиком Любящим Бога И один раз Когда была В церкви проповедь Брат Пламенно говорил Слово Бога И обратился Кто хочет служить Господу Встаньте Мой сын Встал Вы не можете себе Представить Радость моего сердца Когда я увидела Что мой сын Встал Для Бога Я видела Что это истинное Было Приготовление Его сердца Приход к Богу Я благодарила Бога Всем сердцем Что он Обратил его Крестил Духом Святым После этого Прошло немного времени Дал ему семью Я всем сердцем Благодарю Господа Я благодарю За великий дар Прощения Во Христе Иисусе Я благодарю За то Что Он Наш Господь Открывает глаза Слепым Прощает Любит И я очень Пережила Что Наша Родительская Обязанность Она Очень Велика Велика Перед детьми Мы обязаны Показать свет Мы обязаны Быть каналом Освещения На наших детей И как часто Наши Родительские Грехи Они Затрудняют Путь к Богу И Я уже Моим детям Когда они Позже И взрослее Стали своих Иметь детей Я им говорила Детки Помните Место Писания Осия 4 6 Где Господь Говорит так И так как ты Забыл закон Бога твоего То и я забуду Детей Твоих Как страшно Забыл Чтобы Бог Наших детей Пусть будет Весь мир Облит золотом Пусть все У тебя мама Будет наполнено Всякими богатствами Нету Большей боли В мире Когда твои дети Не с Богом И когда ты видишь Твои дети Погибают Пусть Господь даст нам Этот страх Божий Да Мы спасаемся Только жертвой Иисуса Христа Но написано Что Вера без дел Мертва Наши дела Это только Свидетельство Что мы верим Богу Наши дела Это то Что мы идем за ним Что мы любим его Что он наш пастырь Это наши дела Что он нас спас Пусть Господь Всем нам поможет Я теперь уже Как бабушка Молюсь за моих детей Чтобы Господь Их призвал Чтобы Господь Им открыл сердце Чтобы они Стали новым творением И чтобы они Полюбили Бога Всем своим сердцем Пусть каждый из вас Поможет в этом Господь Я знаю Здесь тоже много тех Кто молится О своих Детях Я думаю Мы сейчас помолимся Помолимся Да Ира Сейчас будет молитва Дорогие сестры Давайте Возовем к Богу Призовем Его имя Чтобы Он Вот это слово Чтобы Мы сами Родители Были для детей Этим каналом Освещения Чтобы дети Нам подражали Чтобы нам Родителям Дал мудрость И дал силы Идти за Господом Верно Давайте Помолимся Все Еще в начале Сотворил Господь Семья Я Молиться Вновь Мне Молиться буду за нее. Мне, дорога Божья, не сильной мир и покой. Наполни этим миром добродой. Я молю тебя, мой Боже, Что на небо был похожий дом. Молитвы снова повторю. Боже, милость ты в семье яви, Чтобы вместе в небо нам с семьей дойти. В мире это трудно в пути, Но я прошу, Боже, Наши семьи ты храни. Однажды выбор каждый должен сделать сам, Кому служить по чьим идти следам. Я сделал выбор в своем начале, Служи всем домом, обещая лишь Богу одному. В житейском море ты в одежный колбас мой, И пройдя все испытания, Исполни мне одно желание там. В небо мы с тобой, В небо мы с тобой всей моей семьей. Боже, милость ты в семье яви, Чтобы вместе в небо нам с семьей дойти. В мире это трудно в пути, Но я прошу, Боже, Наши семьи ты храни. Боже, ты в семью храни. Если я буду говорить на английском, У меня как бы немножко, Maybe 20 минут. Кто меня вообще не поймет, Кому будет сложно? Есть пара человек. Окей. Сестры, я тоже хочу вам послужить. Окей. Я попытаюсь на русском, Но я буду много говорить по-английски тоже. Окей. То, что Бог дал мне в сердце В этом сезоне жизни, Я хотела поделиться вкратце. Есть место из Писания, Матфея, 28 глава. Кто не понимает по-английски, Вы можете открыть русскую Библию. Я прочитаю это место на английском. 18-20 стих. И Jesus came и said to them, To the end of age. Мы называем это место из Писания, Место из Писания, Как великое поручение. It's the great commission. И то, о чем я хочу сказать, Чем я хочу поделиться, Как Бог мне стал открывать В этом сезоне моей жизни. Кажется, Боже, Какой интересный сезон ты нашел. У меня маленькие дети, Я дома, Я даже в магазин иногда не могу выехать. И тут Бог начинает говорить И даже обличать о том, Что есть великое поручение в нашей жизни. Потому что если мы зациклились И живем только для себя, И только думаем о своем, И только внутри, Но мы не обращаем внимание На великое поручение, Которое вне времени, Которое вечно, Которое Иисус Христос Четко и конкретно нам оставил И поручил, Это приносить плоды в Царство Божие Наших детей, Но и людей, которые рядом с нами. У меня встали вопросы, Потому что Дух Святой Мне не давал покоя. Боже, почему ты мне сейчас это открываешь? Как я могу это делать? И сразу пошло что? Excuses. Я мама, я дома, У меня нет времени, У меня на себя нет времени, Чего я должна к чужим, Как я вообще могу это делать? Или number one excuse, Especially в нашем community, Это I'm a woman. Что я могу как женщина? Великое поручение, Это, наверное, пасторам церквей, Они должны проповедовать Евангелие. Великое поручение, Хотя бы для мужчин. А что мы, женщины? Но нигде в Библии не написано, Что великое поручение, Это только для мужчин. Это для всех нас. Потому что Иисус Христос Пришел в этот мир, И пострадал, И умер за каждого из нас. И Дух Святой Мне не давал покоя. Вот every time Я слышала этот message в church, Я слышала свидетельства, И Бог посылал мне Свидетельства за свидетельством людей, Которым кто-то сказал о Христе, Который, кому кто-то В моей же ситуации, Примерной, Поделился, Как-то их любил, Как-то им служил. Это не было из кафедры. Основное служение не отсюда. Основное служение Это в нашей ежедневной жизни. Я говорю, Господь, окей? I mean, I want to. Я в то время, Когда Бог стал об этом мне говорить, Я работала full time. Мой муж учился. Он работал part time. У нас родилась дочь. Я работала administrative assistant. Я говорю, Господь, что я могу на своей работе? И знаете, Есть разные пути, Как мы можем свидетельствовать людям. И что я хочу сегодня поделиться, Это никакие суперформулы. Я хочу просто поделиться свидетельством И тем, чему Бог учит. Сказать, что я уже этому научилась, Я этого сказать не могу. Но что Бог стал делать? Я говорила, Господь, как я могу свидетельствовать? Все, о чем я слышала раньше, например, Или когда мы слышим за кафедрой, Что кто-то кому-то засвидетельствовал о Боге. Мы слышим, Я шла в магазине, Дух Святой мне показал, Подойди к этой женщине, Или подойди к мужчине, Я там засвидетельствую. И еще, когда я была Как бы в high school, Нас учили, Я в некоторых, Ну, в группах была, Да, в church. Свидетельствуйте. Я помню, как это всегда было. Сердце колотится. И ты знаешь, Ты молился, Ты пообещал Богу, Что ты кому-то засвидетельствуешь. Ты подходишь, Подбегаешь, Потороторил им быстренько, Там тыкнул эту карточку какую-то, Побежал дальше. И ты просто чувствуешь странно. Ты думаешь, Это было странно. И потом, На следующий день, Тебе даже как-то, С одной стороны, Ты чувствуешь, Что ты делаешь то, Что ты должен, А с другой стороны, Как-то чувствуешь себя неловко. И я на своей работе Сижу каждый день, И мне эти co-workers, Просто Бог их Ложит мне на сердце. Я начала за них молиться, Думаю, Ну, как же засвидетельствовать, Чтобы не выглядеть странно. И я говорю реально, То, что я переживала. Я говорю, Господь, Я знаю, что ты любишь меня. Я знаю, что ты любишь их. Я знаю повеления, Которые ты мне дал. Но как это все сделать так, Чтобы они потом завтра На меня не смотрели дико. И Бог понемножку, Which is what makes him so amazing. Like, he's real, He's cool. He's realistic. Бог просто понемножку Стал показывать мне, Что наше свидетельство о Иисусе, Оно не должно быть странным. Оно не должно быть weird. И мы не должны кому-то подбежать В лобби о Христе И убежать быстренько, И скрыться опять. Когда последний раз Вы приняли обличение от кого-то, Кто вам подошел в лоб, Сказал и скрылся. И никаких отношений с вами. Есть и тому время. Бог по-всякому говорит Каждому из нас. Но подумайте о тех людях В вашей жизни, Которые пришли в ваш момент, Когда вам было нужнее всего. И насколько они, любя, Они вас поддержали. Почему Библия говорит, Что накорми голодного. Одень, одень тому, кому холодно. Одень. Нагово. Позаботься. Почему, как мы сегодня говорили, И слышала я опять, Что творите добрые дела, И, видя ваши добрые дела, Люди прославят Отца вашего на небесах. Я сегодня, что я хочу, I want to encourage us. Нам нужно стать замечать людей вокруг нас. Потому что почва для принятия Иисуса Христа, Она должна быть кем-то подготовлена. Есть времена, например, Есть моменты, когда мы слышим свидетельства, Часто пастыра, особенно евангелисты, Они много ездят, Немного свидетельствуют. У них свидетельства яркие есть. И они делятся с нами, Чтобы нас вдохновить. Но где-то, на каком-то этапе, Мы не можем это свидетельство принять себе. Они говорят, я ехал в поезде, Тут сидел напротив меня мужчина, Я ему засвидетельствовал, Он расплакался и принял Христа. That's amazing. Но путь ко Христу у каждого разный. И Бог каждого из нас Ставит на разном этапе этого пути. Есть те из нас, Которых Бог хочет поставить в начале пути, Для человека. У тебя есть neighbors. Они недавно переехали. Ты стучала им в дверь? Вот что ты можешь? Ты не проповедник. Если бы тебе сейчас я дала этот микрофон, You would freak out. That would be the last thing you would want to do. And God's never gonna make you hold this microphone. He's not gonna make you do that. Но какие дары Бог дал тебе? Ты шикарно готовишь. Тебе Бог дал прекрасный дом, Which I've seen nice houses here. У тебя красивый шикарный стол дома. Ты очень хорошо готовишь. Тебя все хвалят. That's your gift in this season. Have your American neighbors tasted your good food? Have you invited them over to your house for dinner? It's okay to do that. That's okay. In fact, maybe God brought you here, Maybe he gave you those neighbors to do that. Знаете, пока я не переехала далеко от своей семьи в Техас, И пока я не прошла вот этот сезон одиночества, Я не мог, я не, я только пройдя это, Я оценила то, что многие из нас имеют. Мы имеем большое родство, Мы имеем вот такие сплоченные, теплые церкви, И нам так хорошо. But when I had my babies, Мои мамы не могли приехать. И когда у меня родились дети, Никто не мог приехать. И сейчас у меня это третий, Right before Christmas. I'm not gonna dare take my moms away from their families for Christmas. Все, я знаю, что никто не приедет. И мне служили посторонние люди. Знаете, как говорят, служили ангелы. И я стала думать о том, Если бы я жила в Сакраменто, Я бы никогда не пережила вот это чувство. Когда мне неверующая с работы моей подруга уже на то время, Я завела с ней дружбу по работе. Когда она мне привезла dinner. Я думаю, для меня это было настолько большое благословение. Это все, что нужно было. И мы часто, нам так хорошо, Мы часто не замечаем, что другие люди одиноки. У них нет такой семьи, у них нет церкви, У них нет прекрасного женского служения. Но это тоже души. Это тоже люди. Наши соседи. Если кто-то заболел, кто-то был в госпитале, Вы видели, приезжала скорая. Например, зайдите. Даже постарше сестры. Ничего, что ваш английский может быть не такой, Какой бы вы хотели, Или вы себя не чувствуете comfortable. Иногда любовь, ей не нужен язык. Ей нужны только дела. И может быть, Бог вас ставит на первоначальном пути, Чьем-то пути к Богу. Не всегда вы увидите плоды своих молитв Или добрых дел к этим людям, Которые рядом с вами. Или это рабочие рядом с вами, На одной работе, или это соседи. И какие бы они ни были неверующие. Может быть, ваше просто постоянное внимание к ним. То, что вы чего-то испекли, Чего-то сварили, вы им занесли. Вы просто их благословили. И им не нужно проповедовать сразу. Ваши добрые дела начнут проповедовать. А Бог откроет свое. И может быть, на каком-то этапе, Но они, зная, что вы христиане, А уже через год, через два, Кого-то Бог приведет к ним, У которого хороший английский язык. И эти люди будут открыты Услышанию Слова Божьего. Потому что у них была верующая соседка, Которая служила, Которая любила, Которая просто благословляла. Нам нужно начать видеть вне себя. Я хочу нас вдохновить. Я знаю, что, да, Сезоны разные у нас. И каждый из нас, Вы меня спросите в первую очередь, Я могу начислить ряд причин, Почему я не могу сейчас заниматься Свидетельством о Иисусе Христе. Я могу сказать много причин. I can't, I don't have time, Я не могу выехать. Например, если у нас с мужем одна машина, Он поехал на работе, Он взял машину, Я не могу даже никуда поехать. У меня number one excuse сейчас. Я дома с двумя детьми, Я не могу бебиседра, Как я могу с кем-то общаться? И у Бога есть прекрасное чувство юмора. Я переехала, Мы переехали в апартамент, И соседка у меня американка, Двое маленьких детей. Она тоже дома с детьми. So, what do we do every morning? I make breakfast, She makes breakfast. I just invited her for breakfast. I mean, это сначала, может быть, Звучило странно, But она пришла, Она согласилась, Она одинока, Дома у нее нет мужа. Я думаю, Почему бы нет? Я все равно дома с детьми. I can cook. I made breakfast. I invited her. Я не должна была ей сидеть и проповедовать. Все, что произошло в тот момент, Я просто говорила, Я хочу тебя благословить, Хочу приготовить для тебя, Чтоб ты не готовила в то утро. И вначале, когда мы сели кушать, Все, что я говорю, Могу я помолиться? It's my house. And she said, yes. Это мой дом, Это моя территория. В наших домах живет реальный Бог. Вы знаете, И, может быть, пришла пора нам открывать двери своих домов. Потому что мы так иногда стараемся держать, Жать Бога в этих дверях, в этом доме. Сколько молитв произносится в нашем доме. В наших домах живет Бог. И мы не представляем, Сколько людей за стенами нашего дома, Они никогда не чувствовали того мира и покоя, Который находится в домах верующих людей. Нам нужно открыть эти двери, И впустить их в наш дом. Вы не бойтесь, Они вас не испортят. Наш Бог намного больше того. И то, что мы можем сделать, Авторитет у нас от Господа. И я говорю, могу ли я помолиться перед едой? Кто тебе скажет, нет? Especially if she's sitting at my table, at my house. And she said, sure. Я говорю, Господь, спасибо тебе за мою соседку, Что мне так повезло. Я благословляю ее. Я благословляю ее детей. Я благословляю ее судьбу. Я благословляю ее жизнь. Уже перед молитвой, уже все в слезах, в соплях. Аминь. И это моменты, которые дает нам Бог. Мне не нужно было ни машину для этого. Мне не нужны были большие финансы. Приготовить breakfast просто еще на одного взрослого и маленького ребенка. Для некоторых из нас this is what we need. Пришло время, потому что мы уже устали придумывать, что для себя. Что нам еще не хватает в жизни. Знаете, когда мы не занимаемся вечным, тогда мы зацикливаемся на физическом, на материальном, и нас начинают мучить. И это не так, и муж не так сказал, и дети не так, и машина не такая, и дом какой-то уже вообще не такой. Всего лучшего, лучшего. А душа предназначена для вечного. И для нас тоже, сестры, для нас тоже. Мужчины, наши мужья, отцы будут отвечать за себя. А каждый из нас за себя тоже будет отвечать. И мы должны показать нашим детям пример того, как мы проповедуем Христа распятого. И придет момент, если мы будем делать эти добрые дела, когда будет нашим соработникам, нашим соседкам, когда им будет плохо. Guess who they're gonna come to? Они придут к нам за молитвой, они будут знать. И это стало происходить на моей работе. Я проработала там пять лет. Я работала в госпитале administrative assistants, с докторами, с работниками. И я просто говорил, Господь, it feels weird for me, просто подойти к ним, просвидетельствовать быстро, рассказать и как бы убежать. I mean, it's gonna be awkward. И Бог стал, и даже я сначала это не заметила. Я потом просто смотрю на эти годы, я думаю, насколько Бог благ. Он слышал мои молитвы, и Он уже ввел. Я просто этого не видела тогда. Когда они приглашали на baby shower. Yeah, I mean, мы привыкли ходить друг к другу. Но если тебя пригласили к соработнице, кажется, о, у меня тут моих baby showers, русских хватает, вот так, every Saturday по два. Но вы знаете, к той coworker, к ней важнее пойти. Я даже один раз пришла на baby shower, где на 11 часов дня, а там алкогольные напитки были. Да, никто не шатался, никто не напивался, но сначала я зашла, сначала у меня шок. And I'm like, okay, this is weird. Но этот шок нужно просто переступить и знать, почему я там. Я тоже должна быть там. Они на меня не могут повлиять, а я туда приношу Христа. И все, я не пришла туда проповедовать. Я просто пришла я со своим подарком, что я могу принести. Я пришла на baby shower, потом родился ребенок, в моем сердце было сварить, ужин привезти, привезла. Потом годик исполнился на ребенку. Они нас пригласили, уже теперь я с мужем пришла к ним на birthday. Да, вокруг неверующие люди, но мы души, мы прежде всего души, и нам хочется вот этого общения. И они что-то видят, они видят в нас свет. Если мы на этот свет не ложим, как говорит миска, если мы не закрываем этот свет, как его люди увидят, если мы закрываемся, если мы его держим только для себя? Я привела своего мужа на этот день рождения. Он познакомился с мужем, моей coworker. Next Thanksgiving, они пригласили нас к себе, потому что мы не ездим на Thanksgiving домой. И мы согласились. Мы пришли, мы были единственной из семьи. Они говорят, у нас нет родственников в этом городе. You're the only ones, что мы знаем. И когда мы сели за стол, этот муж, глава семьи, говорит, well, I don't know how to pray, ты хочешь помолиться? И мой муж помолился и благословил эту семью, и благословил этот дом. Я хотела бы вам сказать, что сегодня они верующие, они служат Богу. Это еще не так, но это в моем духе уже так. Это в Божьих планах уже так, потому что уже она была в моей церкви, потому что когда родился у нас сын, и мы его благословляли в черч, я знаю, что они вообще не ходят, они пришли в черч и просидели все служение. Это все занимает время, но мы должны строить с людьми отношения. Понимаете, если вам что-то чувствуется weird, people feel weird too. So do normal things. What is normal to you? Нам не нужно пропагандировать Бога, нам нужно делиться Богом, Его любовью. И придет время, иногда это в кризисах, когда у этого человека кто-то умер, или у этого человека заболел ребенок, или они попали в больницу, и Бог тебя возьмет, ты уже готовил почву, ты уже готовила почву, ты уже благословляла этого человека, соседка эта или соработница, ты благословляла их жизнь, ты была на каждом главном событии в их жизни. Для нас, особенно у кого большая родня, у нас столько событий, столько людей, мы теряемся, мы думаем, да, что я, я там не нужна на том baby shower у своей работницы, а когда у нее пять человек друзей в городе, ты одна из тех, и она считает тебя, она пригласила, уваж, мы должны к этому подходить серьезно, Бог нам посылает эти возможности, и мы должны их находить, мы должны их принимать, и понимать, узнавать время посещения, да, узнавать время, когда Бог открывает дверь. Наши соседи должны знать наши имена. У нас следующее, у нас на on our list, это соседи, которые переехали, над нами живут, они из Африки, они мусульмане, но мой муж уже несколько раз разговаривал с этим мужем, и мы уже им сказали, что мы очень хотим, чтобы они пришли к нам на ужин. А как еще? Как еще? Сразу все люди в Чорч не придут, и не все надо нам на пасты распихивать, чтобы он спасал людей. Бог дал нам язык, Бог дал нам способности, Бог дал тебе финансы, чтобы ты могла пойти на BabyShower, купить самые хорошие подарки, подарить кому-то, кого ты знаешь, нету, и просто благословить людей, чтобы раскрылось их сердце. Мы все созданы одинаково, наше сердце раскрывается от искренности другого человека. Нам всем необходимо общение. Я хочу, это короткий мой месседж на сегодня, для себя в первую очередь, и для вас, для нас, мы тоже призваны исполнять великое поручение Божье. Я хочу вдохновить вас и просто призвать вас, начните молиться, кому Бог хочет, чтобы вы свидетельствовали. Вы не переживайте, в вашу ли церковь приглашать этого человека или в другую. Бог все устроит. Но мы не можем дать годам пройти. Понимаете, проходит день, проходит месяц, проходит год, и мы смотрим, мы с соседями уже пять лет рядом живем, мы не знаем их имен, они не знают, что мы служим живому Богу, мы так и не имели возможности. А прийти протараторить о Боге быстренько, оно, естественно, закроет их сердца, и нам станет неловко. Почва должна готовиться естественным образом. Почва должна готовиться нашим открытым сердцем. Мы должны видеть этих людей ценными, как перед Богом, не просто, о, вот это мы, мы верующие, а то неверующие. Пусть Бог открывает наши глаза и наши сердца, чтобы мы видели их, как ценные души в Божьих глазах, что не те американцы должны вот тех американцев спасать. А мы, мы рядом, Бог нам дал время, если вам человек этот пришел на разум, пригласите их к себе. Найдите еще одну пару в чорч, с которыми у вас одинаковые понятия, одинаковое желание. Две пары христиан, пригласите одну пару коверкерс, и просто с ними проведите вечер. Уважьте их этим. Мы так хорошо проводим время друг с другом. А может быть, прошло уже время нам немножечко быть uncomfortable. Нам очень хорошо, удобно друг с другом. Мы полслова понимаем друг друга, понимаем культуру. У нас разговоры могут до часу ночи длиться. А может быть, уже приходит время для некоторых из нас, когда мы начинаем ержиться на месте, когда нам дом не такой, машина не такая. Возможно, Бог зовет нас к чему-то вечному. Сфокусироваться на вечном, сфокусироваться на душах, а не на финансовых, не на плотских вещах. И я просто прошу, пусть Господь учит нас, пусть Он продолжает учить нас. И последнее, что я, последняя мысль о том, что для некоторых из нас Бог нам посылает людей, возможно, из этой церкви, возможно, это подростка, возможно, молодежь, просто брать под свой покров. Знаете, как ученичество. Кажется, я, вы можете сказать, я не пастор, я не душепопечитель. Это не нужно пастора на это. Пастор тоже все не успеет. И пастора жена все не успеет. И Ира все не успеет. Ты что-то прожила, ты что-то прошла. Мы должны начинать поднимать телефон, звонить, приглашать кого-то к себе, сказать, хей, у тебя маленькие дети, ты с детьми дома. Как я могу благословить тебя? И я вам скажу, как отличается просто общение от целенаправленного общения, где Бог начинает использовать твою жизнь и твой духовный опыт, чтобы благословить другого человека. Для меня, мне это передала моя духовная наставница в моей церкви, где я сейчас. Она сказала, что главное отличение это когда, где бы мы ни были, как бы мы ни собирались, чтобы в начале или в конце мы обязательно помолились и целенаправленно благословили человека, которого мы любим и которому мы служим. Что я могу, например, мы с Ирой можем встретиться на кофе, сказать, о, давай встретимся, может быть, в магазин пойдем, может быть, еще что-то. И мы можем просто прообщаться, есть такое общение, а есть, когда Ира позовет меня к себе, и она уже заранее за меня молится. И это только от того, что она хочет, чтобы Бог через нее послужил мне. И когда я приду, мы пообщаемся, у нас будет breakfast, будут дети бегать, будут там что-то сносить дом, но в конце, перед тем, как уйти, даже пока бегают дети, она скажет, Ань, что сейчас ты переживаешь в своей жизни? О чем я могу за тебя помолиться сейчас? И молиться не за погоду, молиться не всеобщее, а целенаправленно. Если у вас уже есть такие общения, может быть, пришло время to take them to another level. Потому что мы можем просто себе думать, что, ну, где собрались верующие Богу люди, там, Бог среди них, оно так есть. Но есть общения, в которых мы растем. И если Ира знает, что она меня пригласила для того, чтобы любить меня, чтобы послужить мне, она еще задолго до того, как я приду к ней на кофе, она уже будет молиться за меня. И когда я приду, я это буду чувствовать. И это не означает, что я должна чем-то духовно переживать, там, страдать, или я перехожу, прохожу через что-то. Я просто говорю, давайте возьмем то, что у нас уже есть, общение, и поднимем это на следующий уровень. Будем закреплять этой цели направленной молитвой. Старшие сестры это уже все усвоили. Они это уже через опыт, они уже приняли. But I'm talking to us young moms. It's got to start now. When is it going to start? And it's okay to do that. Особенно я хочу напомнить, когда мы приглашаем людей на свою территорию, ты отвечаешь за свою... Если люди переступили порог твоего дома, you're in charge. И ты имеешь полный духовный авторитет сказать, я хочу закончить это общение молитвой. Я хочу помолиться за вас. Какая сейчас у вас нужда? Иногда люди могут открыть сердце очень глубоко и поделиться чем-то самым сокровенным. Естественно, мы это должны сокровенно нести перед Богом. But that's the way for us to enjoy this life. These materialistic things are not going to keep us happy for long. They're going to fade. But if we want to make a lasting, eternal impression on other people, we have to pay attention to others and not ourselves. And it's got to be spiritual. We have to have spiritual intentions to affect eternity. So that's my prayer for us, that God would open up our eyes, open up our hearts to serve people around us. Should we pray? Let's stand. And I just want to pray for all of us. Father, Daddy, I thank you so much, Lord, that you've loved us and you've taken care of each one of us in such a rich way. Lord, you've provided every need for us, God. I know that there is not a single hungry person in here. There's not a single person that doesn't have anything to wear. There's not a single person in this place that has no house. And yet, Lord, I know that so many of us are spiritually hungry. We are spiritually exhausted. We are kind of losing our way. Father, so I ask that today you speak to us through the Holy Spirit and that you show us specifically what we need to start doing. What it is that you've meant for us to do. Where we have to show Jesus, show your love to a co-worker. Where we have to be Jesus to our neighbor. Where we need to step into somebody else's need and focus beyond our own life. because focusing on ourselves is going to exhaust us. It's going to deplete us and it's going to make us feel meaningless in this life no matter how many church services we attend. Father, because you've given us an eternity bound soul. Our spirit can only soar and live and truly breathe when we have eternal intentions. When we focus on the spiritual rather than the physical. Father, I ask that you give boldness to my sisters. Those that need to step out, Father. Just bless them. Speak into their spirits. Speak into their mind. Give them a plan that each one would show Jesus through her own gifts. It doesn't have to be the way I do it. It doesn't have to be the way the pastor does it. But it has to be intentional with bringing souls into your kingdom, God. I ask that you give us that thirst and that you satisfy it, Lord, by sending us out there, sending us into this world that is dying, that is lonely. Send us to women who are struggling. Send us to women who are lonely. Send us to marriages that are falling apart and help us and our husbands to reach these people, to love on these people, to love on their children, to love on these souls. show us eternal value of the souls around us. They are not any less than. You've sent us with our good life to bless people around us, God. We are not meant to keep and guard what we have. We are meant to share it, Lord, and we ask that you give us boldness. Lord, give boldness to each one of my sisters. Father, give us a fire within us that cannot be put out, Lord, that we would live every day intentionally. God, thank you so much for your faithfulness and for your encouragement and for your promise that you said in Matthew 28, I am with you always. That promise you gave us, when we go out there to preach your word, when we go out there to show Jesus to the world, you are with us every step of the way. It's going to be okay and it's going to be beautiful. We thank you, Father, in the name of Jesus. Amen. Thank you, Anna. It was a really good word. I really enjoyed it. I wanted to say, before we go out to pray in the Господь молчит. Может, пройдёт какой-то период времени, вы поймёте, почему Господь молчал и не ответил сразу. Но я хочу, чтобы мы искренне помолились друг за друга. Возможно, кто-то пришёл с нуждою, кто хотел бы сказать, а может быть, кто-то не может сказать свою нужду. Когда мы поделимся на группки, в этой группке мы будем порядок такой. Или один на один вы можете молиться, или же мы можем группку сделать из пяти-шести человек. И там вы можете сказать свою нужду. Если вы не можете сказать, просто скажите, помолитесь за меня. И я думаю, что это наша будет молитва о нуждах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом, Дух Святой, освети мой разум своим лучом, Наполняй мое сердце Божьей добротой, Дай напиться мне твоей воды живой. Аллилуйя! 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 Я хочу исполнить волю Твою, Прошу, окраби меня своей кровью. Я хочу видеть славу Твою, Наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, Куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, Как любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, Куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, Как любишь Ты. Я хочу исполнить волю Твою, Прошу, окраби меня своей кровью. Я хочу видеть славу Твою, Наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, Куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, Прошу, научи меня любить, Как любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, Куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, Прошу, научи меня любить, Не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти меня кровью Своей, Не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти нас, очисти нас, Очисти нас, очисти нас. Прошу, научи нас, очисти нас, очисти нас, очисти нас. Это не будет, Бог, Где мы просто остановили эти прессы, Но мы бы выйдем, По� creatывая людей мы находимся, Люди ты отпустил в наших путей. Я благодаря тебе, Бог, Мы так за всём, Бог. Ура, мы так за все мое. Паузица меня любит, Бог. Мы так за все поднём в våra жизни, Бог. Я благодарю, Бог, Продолжение следует... 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 Дом на камне, который есть Христос. Очень хочется, чтобы мы, сестры, возрастая в вере и в познании учения Господа нашего Иисуса Христа, не поддались духу этого мира, и нынешнего века, и построили наш дом крепким на камне, который есть Иисус Христос.